Андрей Свистун 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 сказал, что во втором тайме команда не играла по счету, хотели забить. Нужна разница? Так ли это? Мы вышли, у нас минус 14, мало забито, потому что мы мало взяли очков с командами, которые сами вышли. Поэтому да, в перерыве говорили, если дается игра, давайте еще забьем. Но забить не получилось. Андрей Свистун А чем общались с местными болельщиками? Футболку просили. А в следующий раз? Я говорю, у нас всего их две, говорю. Если один в чем играть будет. Про болельщиков вас тоже не могу спросить, потому что пришли, поддержали вас сегодня. Ну это родители, да, они на все выезды, он ездит, семья их поддерживает. Говорит, хочу золотой сезон. Говорит. Многие после болезни, многие были не готовы, может быть, физика слишком. Нагрузки нам много помешали. А так моменты были, могли играть. Просто не повезло. Удаление, как думаешь, это ключевой момент этой встречи? Думаю, может быть. Могло бы появляться, если бы не было удаления арби, мы смогли, может быть, и выиграть, и играться. Не знаю точно. Очень много запросов было на вашего капитана. В короткий пас соперник не давал играть? Или такая была установка от тренера, чтобы сыграть в дальние передачи именно на капитана команды? Установка тренера было. По своей игре играли. Надеялись на лучшее. Что произошло, что произошло. Ну что, пожелаю вам удачи в дальнейших матчах. Не буду вас больше смочить. Межив Ахмед Гадавич. Рядом с нами после матча. Ахмед Гадавич. Ваш комментарий по матчу? Комментарий. Заслуженно соперник выиграл. Что я поздравляю. Крепкая команда. Поздравляю с победой. Чувствуется, наверное, уровень сопротивления уже другой по сравнению с первым этапом. Это тоже чувствуется, бросается в глаза. Ну, посмотрим. По моей команде сегодня, в принципе, ничего у нас не получалось. Даже ни одного момента, по-моему, не было у нас. Сейчас по горячим силам. Ну, вроде бы не было моментов. Они не давали. Они компактно играли. Правильно играли. Поздравляю. Им даже нечего сказать. Это Рамзан был сегодня настолько плох или соперник был настолько хорош? Рамзан был тоже плох. И соперник. Крепкая команда. Соперник. Мне понравился соперник. Но у нас, честно говоря, кадровые изменения были. Вначале мы наигрывали одних ребят и в конце узнали, что они не имеют права играть. Там тоже чуть-чуть у нас как бы... Ну, проблема в этом и была. Да. Ну, все равно поздравляю соперник. Хорошая команда. Ротор выиграл сегодня. Очень много единоборств. Все у них получалось. В центральной зоне, может, в этом тоже часть успеха команды соперник? Не, ну, соперник даже не на каждом участке поля. Я бы не сказал, что мы даже единоборства могли у них выиграть. Даже будучи у нас нападающий, такой крепкий капитан наш. И то он не мог. По первому рывку уже ясно было, что они побыстрее наших ребят. То, что Нуркаев появился во втором тайме. А у нас Нуркаев болел. Он не был готов. Да, мы ему даже на эти 40 минут его... Он не был готов. Но мы выпустили. Вариантов больше не было. Что ж, Ахмед Гадавич, мы вас отпускаем и в дальнейших матчей желаем вам успехов, удачи. Итак, друзья, это была интересная игра. Юношеская футбольная лига по-другому здесь и не бывает. Поздравляем еще раз ротор Волгоградской победы. Ну, а хозяевам поля и болельщикам Академии футбола Рамзан также пожелаем немного терпения и удачи в дальнейших матчах. На этом все. Смотрите футбол, ЮФЛ, ЮК. Все самое интересное только впереди.